Здесь дошло до ее невольных подруг. Мы бьем разведочный шурф в предполагаемом месте захоронения. Рядом с погребом, это нам известно от хозяина. Рядом, этот поселок расположен в овраге. Овраг сейчас постепенно уничтожается самостроем. Как поселок когда-то появился в послевоенные годы, людям негде было жить, и они городили здесь свои хибары-засыпухи. Так теперь гаражи наступают на этот овраг, где, возможно, есть человеческие захоронения. А почему мы ведем вот этот раскоп в этом месте, рядом с тюрьмой? Юрий Николаевич, ты можешь сказать несколько слов? Ты этим занимался? Подойди поближе, пожалуйста. Так, ну, почему именно рядом с тюрьмой ведем раскоп? В общем-то, мы занимались этими делами, разговаривали с местными жителями. В общем-то, они нам указали несколько мест, где лежат останки людей. В общем-то, как они утверждали, находили эти останки в конце 50-х годов, когда здесь начиналось такое строительство, застроить эти домики. В общем-то, находили довольно много костяков в черепах отверстия, которые соответствуют калибру револьверной или винтовочной пули. Отверстия височные? Мы височные говорили, височные отверстия, говорили, что были и затылочные отверстия. Ну, мы где-то в начале, по-моему, июня предприняли попытку провести пробный раскоп. Ну, это совсем рядом вот здесь. Да, совсем рядом, буквально, наверное, метров, наверное, 100 отсюда. Предполагаемое место тоже захоронения. И нам удалось найти несколько костяков, в том числе... Хорошо сохранившиеся, в общем-то, останки? Да, останки хорошо сохранившиеся. В общем-то, там были части одежды, то ли тулуп, то ли шинели, полушубок какой-то, овчинок. Значит, шинели вопрос, но сукно. Да, но сукно какое-то было. Вообще, даже это, да, 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 даже, а череп, там же наш череп, кстати, узнали про стрелину или просто? Череп с... Не установили пока, прострел или нет, не установили. Ну, несомненно, несомненно, череп с, видимо, с пулевым ранением, с прострельной раной, да. Потому что входное отверстие, видимо, видно, поменьше, ровненькое, и чуть побольше выходное отверстие. Дмитрий Николаевич, но ведь у вас вот, вы с Сергеем Девядиным собрали уже много свидетельств, что в этом овраге захоронения, вот, жителей... Да, да, да. В общем-то, свидетели, что были, потому что еще... Ну, пожалуйста. Можно записать прямо что-то? Сергей! Сергей, иди сюда. Иди, расскажешь. Сохранность довольно неплохая. Одежда с сапоги, туфли, валенки. Значит, что касается одежды, пиджаки, значит, даже портянки в сапогах сохраняются. Вот. Кроме того, мыло вывалилось из армика или из пальто. Мыло, хозяйственное мыло. Мы взяли на башмаке, значит, стоит что у вас? Ну, сейчас покажем. Сейчас покажут башмак с клеймом НКВД. А вот если на треугольник НКВД Ленинград лежит? Треугольник это... Ну, треугольник Ленинград. НКВД. Вот. Ну, пожалуйста. Вот такой сегмент. Ко мне, пожалуйста. Тут вряд ли, тут тяжело разбирается. Вот. Слово НКВД. А тут треугольник. Ну, это треугольник имеется в виду... Это тюремная фабрика. Да, это тюремная фабрика. Совершенно верно. Значит, зэки готовили эту... Ну, работать, когда строили... Газовый клад, видимо, вырыли часть, перемешали. Тише, пусть один говорит. Все понятно. А, ну да, там же, когда шла работа, видимо, работа шли. Так, а еще что там было? Сергей, Сергей, черепа есть, да? Есть черепа, есть черепа. Но черепа такие, разбитые черепа. Разбитые? Да. В смысле, не выстрелом, похоже, чем-то тяжелым разбитым. А, ты имеешь в виду разбитые не во время, вот, когда строительные работы велись? Ну, судя по шлу, вот по изломам. Разбивка старая. То есть убивали такими? Ну, есть извинения, что убивали ломами. Какая-то клеймо. Клеймо 36. Кусок бойца. Показывайте. Это мыло, да? Мыло, да, кусочек. Там 1836, читайте. Прямо из карманов вывод? Треугольный штамп. Из пальто выводились. Из пальто, да? Ну, это все на экспертизу надо. Пальто, гражданская одежда, да? Гражданская. Ну, с другой стороны, это исключено, что это белогвардейцы или жертвы Колчаковщины, или еще там чего-то. Ну, теперь ясно. Потому что на башмаке стоит клеймо НКВД. Это понятно. Да. И надо перезахоронить. Надо что-то там делать. Собирать и перезахоронить. Ребрышки. Потому что развалишься. Это вот здесь уже найдено? Да, вот в этой яме сейчас вот. На два штыка, меньше двух штыков, полтора штыка примерно, была вот эта ребрышка. То есть, получается, довольно широкий район здесь, который захвачен этими захоронениями, этими захоронениями, вот, которые, в общем-то, находятся сейчас в таком безобразном состоянии, по-моему, что там идется строительство, здесь, пожалуйста, в гараже засыпаются. В общем-то, безвинные люди, которые здесь не по-человечески похоронены. Безобразие. Надо что-то делать, надо как-то делать. Ну, мы прежде всего должны сделать вывод о том, что и как здесь нужно сделать. Нужно поступить по-людски. Естественно. Ну, так оставлять бюджетку нельзя, если. Потому что, судя по рассказам очевидцев, сколько этих костяков во время строительства этого поселка было изъято из земли и просто-напросто выброшено в ту программу, и там сейчас неизвестно, где они лежат. А в конце концов, это люди все-таки как-то как были. Возможно, но мы не есть первые. Это мы только можем предполагать. Нет, нет, нет. И поэтому я не могу сказать, что это все-таки... Сто процентов, конечно, нет. Да, никаких ста процентов нет. Есть только предположения, рабочие предположения. Если у тебя время еще есть... Виктор Захарович, мы куда подошли? Нам приходится ходить в такие места, в которых, конечно, лучше бы не появляться. Вот место, которое подтверждает сибирский адрес Ахматовского стихотворения. Вот из этой кучи и кусок мыла из вот этого полушубка. Это кармана выпала. И подметка со штампом НКВД от сапожка. Это женский сапожок, что ли? Нет, это мужской сапожок. А тут небольшой сапожок. Тут туфля, тут туфля. Что еще? Показывайте, ребята. Кости, да? Потому что не разобрать все. Черепные кости, раздробленные черепа, неизвестно, либо во время убийства раздробили эти черепа, либо уже сейчас, когда хозяйственная, тазобедренная кость. Поаккуратнее ворочайся, идет скивить. Скивить, это все надо перезахоронить. Вот обратите внимание, кость, песочная часть, вот смотрите, скол, свежий скол или старый скол. Вот это вот наверняка вот здесь вот пуля, видишь? Не трогай руками, Жор, не трогай. Пуля, вполне возможно, может быть пуля, может пулевое отверстие, а может быть и разгроблено при, то есть как метод убийства. Может быть такое. Это надо специалистам лучше смотреть. Очень много фрагментов костей в отвале. Вероятно, когда 5-6 лет назад строили этот шестой склад сип-кабеля, это шестой склад сип-кабеля. Так вот, видимо, или бульдозером, или еще чем-то, часть захоронения вывернули. Часть осталась, потому что тянется нам, ну, примерно метров 10 длиной разброс костей. А кандыбе их в прошлый раз ребята, кажется, показали. Да, кандыбе показали ребят. А вот ребят Фуфайка. Продумент от Фуфайка. Тюрогрейка. Да, буклот. Тюрогрейка. Вот она. Тюрьма была рядом. Тюрьма рядом, да. По створу. И старое кладбище тоже рядом. Старое кладбище. Там вещат строение, вот эти старые кладбище. Вот экран стоит. Ну, надо все устанавливать. Прям за кладбище. Нужна экспертиза. Ну, давайте немного постоим, помолчим. Почтим память. Вещать тоже. Вот мы, наверное, вернемся туда, к началу Аурага. Там, где сейчас засыпалось третьим материалом и прочим. Я считаю, что именно вот в том месте надо все это... Вот бугор. С бугра торчит все это. Там длинный кладбище. И вот с этим надо что-то делать как можно быстрее. Или захоронять. Это вот этот бугор, да? Да. Этот бугор, начни. Поближе камеру поднеси. Вот сюда. А вот прямо там торчит все, да? Да, да, да. Здесь, правда, съемка такая, что... Ну, вот пусть. Там вот тоже куча. То есть бугор, это фактически кости. И ступить здесь негде. Да, да, да. Достатки вот до захоронения до бугора. Вон кость торчит. Везде только постоит. Вон кость торчит. Здесь кости. Да. То есть это большая магия. Конечно, это нужно перезахоронение. Продолжение следует... Продолжение следует...